Паниковать нельзя, успокоиться. В Чувашии вводятся новые методы профилактики коронавируса. По 44 миллиона на благоустройство. Аллат и Реканаж стали победителями конкурса «Малые города» и «Исторические поселения». Наши в Третьяковке. В главной галерее страны открылась экспозиция из собрания Чувашского художественного музея. Сегодня в Доме правительства обсудили предварительные итоги социально-экономического развития республики с начала года. О достижениях и ожиданиях в сюжете Дмитрия Ковалева. Бюджет – главный барометр самочувствия экономики региона. Доходы республиканской казны продолжают расти. Выше аналогичного периода прошлого года поступление налога на доходы физических лиц, как и одного из основных источников доходов, рост на 5,5%. По подорцезным товарам рост на 1%. Налоги на совокупный доход – почти 24%. Налоги на имущество – 19%. Поступление из федерального бюджета увеличится. Республика должна получить порядка 28 миллиардов рублей. Для промышленного комплекса начало года стало уверенным стартом. На большинстве предприятий региона выросли объемы продаж. Солидный пакет заказов у машиностроителей, производителей, электротехники. По прогнозам, объем отгруженной продукции предприятий по итогам года достигнет отметки 250 миллиардов рублей. Инфляция ожидаемо снижается. В июрале 2020 года по отношению к декабрю 2019-го инфляция в Чувашии составила 0,6%, ниже показателя по российскому фону на 0,1%. По импотребительству на товар в суде Чувашия среди регионов, что опыта занимает 5-е место. Не всегда эффективно, отметил Олег Николаев, в республике работают соглашения государственно-частного партнерства. В Рио главы региона поручил провести детальный анализ проводимой работы. Давайте мы включим в поручение проанализировать все действующие соглашения о государственно-частном партнерстве, которые заключены в Чувашской суббикой со всеми организациями. Давайте до конца недели мы посмотрим, как они реализовываются. И просил бы мне в конце недели Иван Борисович организовать соответствующее совещание. В социальных сетях часто поднимаются вопросы нехватки медицинских масок в рознице. Олег Николаев привел в пример опыт других регионов, где эта проблема решается радикально. Когда регионы уже достаточно оперативно организовали производство у себя, используя свои мощности масок, надо посмотреть. И технологию, самое главное, вопрос, я так понимаю, не сертификация, а называется регистрация, по-моему, да, регистрация в соответствии этих масок. Давайте мы изучим оперативно эту лучшую практику. Еще одно поручение членам правительства проработать с Министерством промышленности России. Вопрос дополнительных поставок медицинских масок. Дмитрий Ковалев, Маргарита Мельникова и Валерий Резюков. Республика. Чтобы не допустить распространение коронавируса в образовательных организациях республики, усилены меры профилактики. Санитарно-эпидемиологическая ситуация контролируется ежедневно. В школах дезинфекционные меры включают в себя проведение так называемого утреннего фильтра, когда педагоги с медиками проверяют самочувствие школьников. Чаще стали убирать и проветривать помещение. Как вариант, детей могут перевести на дистанционное обучение, либо проводить уроки для класса в одном кабинете без перемещения. Кроме того, на грани отмены все массовые мероприятия и выезды на экскурсии. И не только на этой неделе, но и во время весенних каникул. Они начнутся у школьников с 23 марта. Также в трех высших учебных заведениях столицы, в Сельхозакадемии, Кооперативном институте и Чувашском госуниверситете имени Ульянова студентов планируют перевести на дистанционное обучение. Отметим, что по данным Минздрава республики, зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодня в Чувашии нет. Записаться на бесплатный прием к врачу в электронном виде теперь можно только через портал госуслуги. Как это часто бывает, в начале работы в системе были сбой. И жители жаловались на нестабильную работу портала. Как сейчас работает запись в несколько кликов, разбиралась наша съемочная группа. Для того, чтобы воспользоваться нововведением, необходимо иметь учетную запись на портале госуслуги и быть прикрепленным к одному из медучреждений республики. Любой гражданин, который прикреплен к медицинской организации при входе на госуслуги, первым в списке увидит участок прикрепления. К некоторым специалистам – урологу, гинекологу, стоматологу и офтальмологу – горожане могут записаться самостоятельно. Но к большинству узких специалистов можно попасть только по направлению терапевта. Какие это специалисты? Это гастроэнтеролог, это пульмонолог, это врач-нефролог, это невропатолог. В будущем нововведение должно существенно облегчить работу больничных колл-центров. Но пока количество звонков не уменьшается. Работы по телефону стало как бы больше в связи с тем, что пока еще не все пациенты информированы по записи. Пациенты не все знают, как записываться, куда заходить, как регистрироваться. Как и любое нововведение, запись через госуслуги кого-то устраивает, кого-то не очень. Мнения пациентов разделились. Для нас, для молодежи, это вполне доступно. Вот для поколения старого возраста это чересчур трудновато. Я даже первый раз слышу такое, не слышала я. То есть порталом не пользуетесь? Нет, нет. Я сюда все время приходишь, запишусь. Мне всегда дают, дают они мне. О возникающих проблемах при записи через госуслуги можно сообщить в чат портала или позвонив в Медицинский информационно-аналитический центр Чувашской республики. Богдана Дойникова, Андрей Спиридонов, Республика. Цифровизация как двигатель экономического роста республики. Что уже сделано и что предстоит сделать, в этом направлении обсудили руководители IT-компаний, представители министерств и ведомств и учебных заведений. Электронные документы оборот, доступный интернет, информационная безопасность. Чувашия участвует в реализации всех пяти проектов, включенных в национальную программу «Цифровая экономика России». По дорожной карте к 2021 году должны подключить к сети все социально значимые объекты – школы, ФАПы, пожарные части во всех муниципалитетах. На первом этапе высокоскоростной интернет придет в 343 учреждения. Но в некоторых районах есть определенные сложности. Подрядчику приходится начинать работу с нуля – со строительства узлов связи. У населенный пункт подключается по оптическим каналам связи. Но все-таки с действующим согласием тоже большая проблема стоит по развитию и сетей связи беспроводных, в частности сотовых компаний. В городе Шапоксара у нас практически три слепые зоны, которые существуют. Это новый город, это район Ленты. Нам крайне уже необходимо, не только нам, но практически всей стране. Это те правила, которые разрабатываются по представлению государственного муниципального мышца в пользовании, в целях размещения сетей связи, сооружений связи. Чем быстрее это сделаете, тем вот эти проекты, эти пробелы, они будут закрыты. Упрощение нормативных документов в этой сфере – задача номер один, отметил председатель Высшего экономического совета Чувашии Анатолий Аксаков. Сейчас необходимо состыковать региональные проекты с федеральными. Чуваший очень хороший регион для того, чтобы осуществить такую сплошную цифровизацию по всем направлениям. И государственное управление, и муниципальное управление, и эффективное бюджетное планирование, эффективный контроль за реализацией проектов, и цифровизация ЖКХ, энергетики, промышленности, строительства, сельского хозяйства. И, соответственно, можно, благодаря этим новым технологиям, сделать нашу республику такую ультрасовременную. Может быть, самую передовую в России. Она очень компактная. Есть кадры, которые готовят университет, есть люди, которые приехали сюда. И все же IT-специалистов в республике не хватает. Сейчас прорабатывается новая система обучения информатики и робототехники в школах. Планируют проводить профильные смены, турниры по программированию. Лучшие ученики могут рассчитывать на бюджетные места в вузах, работу в ведущих компаниях. Ключевые предложения, которые прозвучали на совещании, войдут в комплексную программу социально-экономического развития республики. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. В год памяти и славы о героях войны рассказывают герои наших дней. Уроки мужества объединяют поколения. Накануне в столичной сороковой школе вспоминали подвиг уроженца Чувашии Антона Петрова. Он взял на себя управление инженерным обеспечением в 1943 году в районе Киева. Так были захвачены плацдармы на правом берегу Днепра. За мужество и героизм, проявленные в боях полковнику Антону Петрову, присвоено звание Героя Советского Союза. О военных буднях и подвигах генерал-майора инженерных войск кадетам рассказывает человек, который и сам бывал в горячих точках. Ветеран-танкист, полковник запасов Владимир Лабутов, участник боевых действий в Нагорном Карабахе. Так молодое поколение кадетов узнает о мужестве. Уроки проходят не в привычной традиционной форме, не всегда в помещениях, а именно в музеях или в уголках воинской салавы. Лекторами выступают люди, которые приходят, имеют четкую гражданскую позицию. В результате урок носит больше эмоциональную окраску. Я запомнила из этого урока, что надо чтить память всех Героев Советского Союза, которые отдали жизнь. Некоторые отдали, многие отдали жизнь за то, чтобы защитить нашу Родину. 11 Героев Советского Союза – уроженцы Чуваши. Имена восьмерых носят Чебоксарские улицы. Их подвиги иллюстрированы в журнале «Улицы героев». В рамках одноименного проекта, который стартовал в начале марта, младшеклассникам предлагают нарисовать подвиги своих прапрадедушек. Городскую выставку рисунков планируют открыть 1 июня. АлатР и Канаж победили во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Здания, площади, скверы и парки этих населенных пунктов обновятся. Как именно, расскажет Рифат Фадкулин. Парки Прудок, 30 лет ВЛКСМ, сквер Баронина и Витвинского – все это история древнего города. Эти памятные места находятся не в лучшем состоянии. 44,5 миллиона рублей – поддержка в рамках федерального гранта. Сегодня восстанавливаются храмы, монастыри на территории города. И вот именно это историческое место и послужило сохранением тех традиций прошлого, будущего и настоящего. Там будет предусмотрена зона отдыха, как для маленьких детей, для старшего поколения, для развития спорта на территории города, разное развитие индивидуального предпринимательства. А в Канаше займутся центром. Новую жизнь обретет городской дворец культуры. Колонны и арки в дизайне мафа преобразят его до неузнаваемости. Декорирование с помощью малых архитектурных форм сейчас в тренде. Благоустроит и парк рядом с ним. Сквер вокруг обелиска славы воинам-вагоноремонтникам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Отремонтируют отдельные участки улиц Карла Маркса, проспекта Ленина и Чкалова. Стоимость гранта – 70 миллионов рублей. В войне приятно говорить о том, что мы впервые в жизни увидели такую мобилизацию. Порядка 4,5 тысячи жителей города Канаше участвовали с советами, какими-то предложениями именно для проектного бюро, которое работает, собирали информацию. Работы будут двухгодичные. Сейчас будут проектные работы, экспертизы, конкурсные процедуры и конечная реализация проекта в 2021 году. В прошлом году победителем всероссийского конкурса стал Ядрин. Буквально на днях там начались работы. Опыт муниципалитета нужно использовать. Надо четко поанализировать, что, как происходило, какие проблемы на каком этапе появились, как они решались, за счет чего и каким образом. То есть таким образом у нас появится некий алгоритм или некое описание процесса с последовательностью, с проблематикой и подходом их решения. Соответствующим образом коллег надо снабдить, чтобы они понимали. На основании этого до коллег надо разработать четкую и понятную дорожную карту. Главное сделать город не просто красивым, а таким, в котором хотелось жить и растить детей, приезжать в гости. Рифат Фадкулин, Валерий Резюков, Республика. В Чебоксарах вынесли приговор местному жителю, который в сентябре прошлого года в одном из городских дворов бросил самокат в 11-летнего мальчика. За причинение вреда здоровью ребенка мужчине дали 7 месяцев исправительных работ. Прокуратурой Ленинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя города Чебоксары. Свершение преступления предусмотрено пунктом А и В части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом установлено, что в один из дней с сентября 2019 года, находясь возле подъезда дома по проспекту Мира города Чебоксары, подсудимый умышленно бросил находившийся рядом с ним металлический самокат потерпевшего до 2008 года рождения, которым попал в область головы малолетнего. Своими действиями подсудимый совершил умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья. Приговором Ленинского районного суда города Чебоксары подсудимый признан виновным в совершении данного преступления и ему назначен наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. В Государственной Третьяковской галерее открылась экспозиция из собрания Чувашского художественного музея. Такие выставки региональных коллекций проходят уже 20 лет в рамках проекта «Золотая карта России». Какое впечатление оставил вернисаж у зрителей и самих организаторов, расскажем далее. Выставка Чувашского художественного музея юбилейная. Наш музей стал 40-м на «Золотой карте России». Одноименный проект опровергает расхожее мнение о том, что истинные сокровища хранятся только в столичных собраниях. Напротив, сотрудники Третьяковки таким образом знакомят москвичей с региональными коллекциями, поскольку в них можно найти подлинные шедевры русского изобразительного искусства. Наша экспозиция – лучшее тому подтверждение. Две принципиальные работы Петра Уводкина, причем такого значения и уровня, которым может позавидовать даже сама Третьяковская галерея. Пять работ Николая Фешина для сравнения. В Третьяковской галерее всего одна небольшая картина Николая Фешина. Почувствуйте. Прекраснейшая ранняя работа Роберта Рафаэловича Фалька. И это авторство было установлено и подтверждено в результате уникальной реставрации, через которую прошла вся коллекция, представленная в Москве. Всего в экспозиции 76 произведений живописи. В выставочном каталоге значатся и такие известные фамилии, как Крамской, Перов, Тропинин, Маковский, Куинжи. Словом, коллекция русских художников 18-го, начала 20-го веков, Чуваши действительно впечатляющие. Шикарная выставка, потрясающие картины и в Москве, и всем сейчас сделал пост, чтобы все Чуваши не шли, обижали на эту потрясающую выставку, очень интересную картину. Я думаю, будет интересно для самой широкой публики, и все оценят эту выставку, какая она светлая, яркая, прекрасная, интересная. Думаю, она будет иметь успех. Экспонироваться в Третьяковской галерее – большая честь для любого музея. Подготовка к этому событию длилась целый год, и посвящено оно 100-летию Чувашской автономии. 51 произведение, представленное на этой выставке, прошли реставрацию, полную, всеобъемлющую реставрацию. Эта очень серьезная сумма была выделена из бюджета Чувашской республики, целевые средства. Дальше эти все произведения были одеты в рамы, это соответствует требованиям Третьяковской галереи. Ну и, соответственно, приведение в экспозиционный вид – это для нас, для музея, это очень важно, потому что так произведения не выглядели с момента их написания. Произведения из собрания Чувашского художественного музея в Третьяковке будут экспонироваться до начала июня. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика, Москва. Среди картин, вошедших в 40-ю экспозицию «Золотой карты России», в Третьяковке есть несколько полотен Алексея Кокеля. 140-летие со дня его рождения отметили на малой родине. В селе Тарханы Батревского района открылся после реконструкции дом музея-живописца. Уютный бревенчатый дом. Внутри каменная печь, письменный стол, мольберт. На полках личные вещи, среди которых немало бесценных экспонатов. К примеру, фотоаппарат «Зоркий», которым снимал Алексей Кокель. Его внучатом-племянником передала в дар вдова художника. Виталий Сергеев вспоминает свои детские годы, как гостил в родовой усадьбе. Его дед Иван Афанасьевич – брат известного на весь мир живописца. Дедушка ведет меня вдоль вот этой ограды. Там новые молодые яблони. Это, говорит, Атоновка. А внизу трава такая зеленая-зеленая трава. Красота. Дом музея-художника не раз менял прописку. После реставрационных работ его возвели там, где и располагалась родовая усадьба семьи Кокелей. Наследием известного земляка в Тарханах дорожат. Картины выпускника Императорской академии экспонировались и за рубежом. Среди его учеников немало мастеров живописи. У творчества Алексея Кокеля и сегодня много почитателей. В дар музею передали новые экспонаты. Мало того, вот Матвеев Александр, вы его знаете, да, это сельхозтоваропроизводитель из израильского района. Мне сказал, что они еще намерены, скажем так, привезти из Харькова личные вот некие наброски, грифы, вот творчество еще Кокеля. К 140-летию со дня рождения художника приурочили молодежный пленэр. Его основная тема – Великая Победа 1945 года. Ученица школы Анастасия Яковлева признается, что ее вдохновляют работы Алексея Кокеля. Каждый год в Тарханах проходит и Кокелевский международный пленэр. Среди его постоянных участников – известные художники из Харькова, где долгие годы жил и преподавал Алексей Афанасьевич. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что память о выдающихся земляках необходимо сохранять. Культура, художество имеют очень важнейшее значение в нашей жизни. Это искусство, которое обогащает наши души. И очевидно, когда художник передает через картину красоту природы, красоту человека, это, конечно же, является таким наследием, которым далее обогащаются многие-многие поколения. В храме Богоявления Господня вспоминали о еще одном уроженце Тархан – родном брате Алексея Кокеля, Григория. Вся его жизнь была связана со служением Русской Православной Церкви. В 2001-м епископ Герман был причислен к лику святых. Жителям района, воевавшим за мирное небо, Олег Николаев вручил юбилейные медали «75 лет победы». Дмитрий Ковалев и Павел Иритков, Республика. Ученый-изоолог, известный телеведущий Николай Дроздов во время визитов в Чебоксары посетил стоматологическую клинику «Дентомед», руководитель которой является членом международной организации «Живая планета». Подробности встречи далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Так встречаются старые друзья. Ученый-изоолог, известный телеведущий Николай Дроздов и руководитель сити-клиник «Дентомед» Юрий Зорин, члены международной организации «Живая планета». Николай Дроздов отзывается о клинике как о лучшей в пределах солнечной системы. Это в шутку. А если всерьез, то сегодняшняя встреча – повод поговорить о многом. О профессии, об охране окружающей среды, о поддержке молодого поколения. Не случайно в зале работники клиники и школьники. Ну как выбрать профессию? Я хочу стать космонавтом прямо сейчас. Чтобы туда попасть, это надо через такую жизнь школу пройти. Конечно, особое внимание уделили стоматологии. Это одна из сфер, которая сегодня развивается стремительными темпами. Клиника «Дентомед» предлагает профессиональный инновационный подход на всех этапах. Лечение, протезирование, исправление прикуса, зубосохраняющие технологии, дентальная имплантация. Высококвалифицированные врачи оказывают весь спектр услуг. Мы ввели первую цифровизацию в стоматологии. 3D-принтер, 3D-компьютер. Мы запечатываем шаблоны. Мы в цифровом варианте моделируем дизайн улыбки. Изготавливаем хирургический шаблон. Изготавливаем будущие модели. И вместе с пациентом обсуждаем его улыбку. Все больше пациентов делают выбор в пользу высоких технологий. Именно поэтому «Дентомед» уделяет особое внимание повышению квалификации своих сотрудников. Быть профессионалом в своем деле учат в Академии стоматологического мастерства. Уникальные клинические случаи и отличная возможность показать свое профессиональное мастерство. Дважды на базе клиники проходил ежегодный Всероссийский чемпионат стоматологического мастерства. Начиная с 2012 года мы становимся призерами. Это эстетическая реставрация зубов, медицинское отберение зубов. И так у нас больше десяток чемпионов. Особый подход к каждому пациенту и премиальное качество обслуживания. Лечиться здесь не только приятно, но и выгодно. Вы все еще думаете? Запишитесь на консультацию и будьте здоровы! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА